Моё впечатление и ваше. Похоже поползать ненаверно. Мне кажется, что похоже. Вот единственное, чтобы я продолжил ещё в таком классическом виде, это всё-таки парные сюжеты, они бесконечные, ну, там два, как это, вероятности умножаются. Всё это, очень много тысяч снимков, и потом, если вероятность одну тысячную вы можете на другое, одну тысячную, то получите это сам мало. А это была тоже... Оказалось, что Тарисогуску тоже можно легко сфотографировать, это сначала я более-менее случайно сфотографировал, а вот потом всё-таки даже Тарисогуску можно сфотографировать так, что она тоже вполне прилична. Здесь опять не повелось, если глобно, я всё равно показываю. Это я, может, был закрыт тему классической, фактической. Вот, я... Если кто знаком, короче, бывают фонды, знаете, которым деньги не мать ничего. Вообще, в стране много фондов. Мне там всего порядка пятнадцать тысяч нужно, и эта картинка была бесконечно лучше. Я в той, как люди говорят, да, бесконечно лучше была там. Интересно, не зналяется. Ну, вот поэтому вот это у меня, наверное, сейчас излучим. А это про всякие выдумки. Я, не знаю, на кого он сказал или нет, я никогда не пользуюсь, вот здесь нет ничего фотошопного, здесь исключительно то, что на самом деле. Это самый изыск, когда вы птичку умеете фотографировать, поставите себе сложную задачу. Это в тёмном лесу вот так вот иногда проникали лучи. Значит, мы должны были угадать, что через какой луч она пролетит, где именно, чтобы она была достаточно близко. И в головне он ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Попалось. Но мне больше нравится вот этого. Ну, зяблики, ну всё, дальше, короче, вот сейчас я хочу дойти до одного сюжета, а этих я просто пролистаю. Зяблики летают. Ох, как я люблю этих самых... Знаете, придумал, в прошлом году, наконец, несколько лет я махаловками и пеструшками занимался, придумал, как сделать хороший кадр в последний день, когда его можно было сделать в 2011 году. А в 2012-м они не загнездились. Это моя любимая картинка из них. Значит, они не загнездились. Теперь в 2013-м придётся попробовать повторить то, что я придумал в одиннадцатом. Вот. Олег ушёл уже, да? Олег приехал. Олег Сидоров. Вот, Олег Сидоров. Вот всё, что дальше, с автором идёт Олег Сидоров. Почему? Я как раз фотографировал довольно случайно. Дело было темно, что никому пошёл... Может, кто летает? Летает. Я на ней птичку сфотографировал, показал её. Он говорит, ну, всё хорошо, только света, конечно, нет. И что-то во мне внутренний протест возникал. Откуда так свет, вот, наличие света, что он должен быть только вот от солнца, только в пять часов утра, и тогда всё. Тогда только фотограф фотографировал. Я стал специально бомбить в отсутствии всякого света. Мне эта картинка, вот лично оценка, кажется очень содержательной, она в ответ Олегу Сидорову. Вот там тоже опять-таки висит Каева, которая с рыбкой машет крылышками, да? Каевы с рыбками, по-моему, гораздо чаще летают, чем без рыбок, во-первых. Ну, смысл того, что она там машет крылышками, я не очень вижу. А здесь всё видно, и здесь самое интересное, что удалось получить, и потом я сообразил, этот приём надо использовать. Она сама себе делает фон. Тогда у неё быстро эта выдержка очень длинная. Когда она сама быстро крутится, крылышко там беленькое, возникает свет, и она оказалась не на чёрном фоне, а на фоне своего собственного разбитого крыла. И здесь рядом. И, короче, я на это дело подсел абсолютно против Олега. Это значит, чтобы всё-таки он когда-то сказал, что хотя есть некие безумные картинки, они вот такие, а мне вот это страшно нравится. И мне кажется, что кто-то может разделить это отношение вообще к возникновению эстетики этой фигуры. Это всё природные формы, которые вдруг складываются в интереснейшие такие конструкции. Самых обыкновенных героев. Поставьте вы сюда кайлы, там, трупиала какого-нибудь, чернокраснокрылого. А это наш любимый попутник. Такой тоже он был. Когда они уберутся, а когда свет включили... Вот это единственная картинка, я немножко похулиганил, значит, в фотошопе нас этим. А вот здесь уже свет был, а мне он уже не нужен. Я думаю, ё-моё, да вы птицы же, они же не живут на свете. Они не фотомодели, которые вы пригласите. Всякую птицу можно пригласить в своё фото от идеи и делать здесь всё, что вы хотите. То есть вы сначала знайте, что придумали. А мне хотелось её показать как раз когда она в темноте. И вот тот случай, когда взял и получилось что-то такое. А потом я наткнулся на этот сюжет. Вообще, чем больше наблюдаешь кого-то, с разных сторон особенно, то возникают какие-то вот такие фантастические вещи. Я там по образованию физикой сразу вспомнил про всякие идеи рождения там бозонов из пространственного, временного континуума. Это то, что вихрь, любимые понятия теоретиков, да? И ещё восстание, значит, она только рождается оттуда. И эту тему по-разному долго пытали. И на этой теме, наконец, реагировировалась Большая Синица. Вот та самая, которая была страшна, неэстетична, когда она летала просто так. Вы смотрите, что она у меня. Это просто невероятно. Вот этот ротор, да? Я потом долго соображал, как это физически появляется. Но у меня есть какие-то предположения. Но не больше. Но мне это кажется безумно красивой картинкой. Это вот так летает наша Синица, большая, которую мы видим каждый день. Она вот на самом деле такая красивая. Что это такое? Вот. А это казалось бы другой, но как будто мне даже это всё стало уже довольно трудоёмко надоедать. Я так думал себе такой спор. Я начал про картинку придумывать, какому жанру из живописи она принадлежит. Или на какого автора похожа. И это у меня похоже было на Тёркера. Я не знаю, вы согласитесь или нет? Вот это однозначно романтизм. Вот Олег Сидоров сегодня у меня просто 50% соансов. Даже он сказал, что ему похоже на Белокруа. Если вы в поискверике кукла на картинку заведёте вот эту картинку и только слово романтизм напишите по-английски, она вам выводит в Белокруа свобода на баррикадах. Понимаете? Это Олег, наверное, не знал. Это фантастика. Вообще, насколько хорошая картинка, Олег. О, Ваня. Это достойно. Это мне показалось на марке, походу. Такой удобный художник французский. Это Сильтет. А эту картинку я ещё раз... Вот какой это стиль, как вы думаете? Я вот... Самый простой цвет соцреализма. Я предполагаю, что Чучке. Представьте, что вот здесь мы ещё дети корейские с двух сторон вы были с цветами. Это типичный Чучке. А потом я свет стал использовать жёстко. Так вот. Но это что-то тоже невероятное возникает. Это всё без всякой обработки фактически, кроме там убрать чей-нибудь лишний хвост. Значит, свет хорошо играет на птицах. Давно красиво возникает. Вот. Однажды... Там и на предыдущих картинках было видно, что иногда проскакивали какие-то радужные штуки, да? В принципе, это совершенно очевидно. Надо ожидать, что перо птицы играет как нефракционная решётка. Но я никак не мог спланировать, как это сможет. И когда, наконец, вот этот полный кадр обрезан только чуть сверху, выяснилось, что это можно, вот здесь пошла душа повисать в рай или куда-то. Опять нету ни вискового никого. Я просто хочу открыть мировую премьеру вот этого самого проекта под названием «Жар птиц». Значит, оказывается, это можно планировать, это можно с этим работать. И только этим я исключительно бы и занимался оставшиеся там, ну, несколько месяцев свои, хотя бы, чтобы пока не надоест. Но это получается невероятно интересным. Я просто этого не видел, а что не видел, всегда получается интересным. Опять ещё десятый раз повторяю честное благородное слово. Здесь нету никаких украшательств и фотошопов. То есть просто вот в лесу, если правильно встать, я могу даже научить, как по поводу солнца, понимаете? Вы увидите это. На самом деле видеть довольно сложно. Просто глазом даже увидеть, не фотоаппаратом. Можно очень чётко выбрать угол и такой, и такой по отношению к солнцу. И чтобы там летела птичка, примерно понятно как. И она, вот это воробей, воробей тот самый, который я не с 8 лет, а 8 лет назад первый раз сфотографировал. Ну и что можно сказать, что это некрасивая птица, это шикарная птица. То есть это такой случай фантазии, которые всё-таки сверху понимают намёки. Понимаете, сверху дают намёки иногда. Удача, вообще я для себя так формулирую, что удача — это намёк сверху. Потому что я, надо сказать, не будем об этом, но… Итак, сверху, когда есть удача — это намёк. У тебя есть свобода воли. Вот те намекают, что эту удачу ты можешь превратить в систему. Готов на это свою свободу воли эту работу потратить? Получай результат. Не готов — не надо. И точно так же, если вы больше… Если вам откликают, что это есть, вы за это хватаетесь. Так просто не вывариваете. С чего это мне показали? Вот, смотрите, симпатичнейшая вещь там. Да, вот. Это всё в Терлецком парке. Значит, вот это вот предел моих фантазий на сегодняшний день, которые совершенно реально в сотый раз повторяют, что честное и благородное слово я их не раскрашивал. Каждый это может увидеть. И вообще, возможность увидеть то, что вдруг не видел раньше, не как девиз. Мне всегда нравилось увидеть новую утечку, как настоящую гёрдую, да? Не видел я утечки какой-то. Я её хочу увидеть. А я вот на вороте и синице этого раньше не видел. И то, что мне удалось сделать, мне это понравилось. Ну и ещё заключение некоторое. Я смеклись вот буквально минуту, да? Что Игорь Спиренок, вы все знаете его, будет членом жюри Лондонского мирового конкурса. Я немножко к этому отношусь на стороне. Потому что он говорит, что фотографировать можно нормально, а можно делать мазню. А вдруг и мазня будет интересной? Имею в виду, что взял, смазал, а в то же время и хорошо. Может и понравится. Я суверяю, смазать птичку, чтобы она была симпатична, много сложнее, чем сделать птичку, у которой видны пёрышки. И вот я искал, искал и думал. Единственный пример я нашёл, когда у меня камера действительно глюкнула, я ничего такого не хотел, а что-то получилось. По сравнению с тем, многими-многими тысячами кадров, которые потрачены на предыдущих смазанных, Вот этот один кадр взял, так и получилось. Ничего он, наверное, из себя не представляет. Ну вот и всё. Ещё раз большое спасибо, замечательный Ликтор Тяш, член правления Союза фотографий-фотографистов. Просто замечательный человек. Спасибо.